Здравствуйте, уважаемые футбольные болельщики Одессы. Телегон Глаз продолжает показ исторических матчей нашей команды в сезоне Кубка УЕФА 85-86 годов. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию показ матча Реал Мадрид-Черноморец. Этот матч мне, комментатору ТРК Глаз Игорю Шуфигулину, будет помогать вести тренер нашей команды в то время Виктор Евгеньевич Прокопенко. Здравствуйте, Виктор Евгеньевич. Ну вот сразу нам придется переключиться к тому, что сейчас произойдет. Вы видели, как наш защитник Василий Ищак выбил мяч на угловой, пытаясь прервать опасное развитие мадридской атаки. И вот сейчас тот самый угловой, после которого завьется гол, да? Я уже его вижу. Итак, подача с углового. Выигрывают в борьбу. Матч попадает Кемиле Бутрогене. Он накручивает здесь наших трех сразу защитников. Серия рикошетов и удар Гордирио. Удар Рафаэля Гордирио. Конечно, вы хотите услышать, что в то время... Ну да, что вы вот подумали после вот... О чем я подумал? Ну, вы все видели. Да. Значит, вы, конечно, не справились с волнением. Совершенно очевидно. Иначе не было таких фатальных ошибок. Вот смотрите, подойдет к угловой. На Бутрогене понеслись три человека. Никто его, в принципе, не в прием, не отобрали мяч, дали ему прострелить. Видели? Ну да. Он все втроем, отрезал троих, и там мячошит, и пробил. Ну, я думаю, что наши все-таки защитники где-то из-под воль боялись его сбить, наверное, в штрафное, чтобы не было пенальти, да? Ну, все могло быть. Конечно, и это тоже. Я думаю, что первое, не справились с волнением. Это совершенно очевидно. Реал Мадрид, это тот клуб, который любого заставляет соперника волноваться. Ну да, естественно. Мы в этом смысле не были исключением. Естественно. Поэтому пропустили гол практически на первой минуте. Ну, если быть более точным, то вот испанские комментаторы нам подсказали, что гол был забит на второй практически минуте. То есть минута 58 прошла с начала матча со свистка арбитра в поле. Англичанина Хекета, кстати. Я при всей любви до сих пор и в то время к нашей команде, и никому 20 лет не признавался, но после этого забитого гола такая подлинная мысль в голову полезла. Думаю, если забивает уже, например, сколько же мы получим? Набросает полную сетку, да? Да, но я, конечно, никому об этом не говорил до сих пор. Сейчас можно в этом признаться. И не потому, что я там не верил в свою команду, просто вот такое у меня. А представьте, какое состояние было у игроков, конечно. Ну, сейчас вот чем хороши показы вот таких вот, будем так говорить, раритетных записей, тем, что тренеры могут уже как бы спокойно, без эмоций, да, вот как-то оценивать действия своих подопечных, да, наверное, как-то анализировать то, что вы тогда говорили игрокам, да? Откровенно говоря, что говорил, может, я и не все помню, но... Ну, на установке перед этим матчем. Все игровые перипетии я, конечно, до сих пор помню. Я вот как сейчас перед глазами стою. Ну, вот можно припомнить, что вы говорили нашим ребятам вот на установке перед этим матчем? Вот в раздевалке перед выходом на поле. Ну, я говорил, что нельзя этому... Это очень комбинационно сильная команда, если не надо, и с исполнителями диванами, им нельзя дать разбежаться, значит, нельзя сесть в собственную штрафную, потому что там каждый может, вот как сейчас... Ну, да. Игроков было много. Ну, да. А нам гол забили. Встречать их там в центре, сконцентрироваться. И, в принципе, после пропущенного гола мы почти, почти все... Выдерживали, да, лидер в обороне? Да. Вот вы даже можете посмотреть. Ну, кстати, вот давайте последим за этой атакой нашей команды. Василий Щак отдавал мяч на, по-моему, это был второй номер Николай Романчук. Ну, перехватили мадридцы. В атаке сейчас был Хорхе Вальдан, но последовал какой-то непонятный пас, честно говоря, через поперек поля. Ну, вот, судя по всему, вот, по действиям испанцев, после забитого гола они как-то то ли успокоились, то ли поняли, что с этой командой они тут как бы спокойно могут выиграть. Могут справиться балуя. Да, да. Может быть. Вполне такое могло быть. У грандов футбола такое бывает. Чтобы тренер не говорил, все равно они... Тем более, это быстро забитый гол. Да, естественно, он как-то сыграл. Может, он и заслужил им не очень хорошую службу. Видели? В правилах. Да, назад, да. Тогда еще можно было. Тогда еще можно было играть, конечно же. Ну, давайте сейчас вот немножко расскажем еще о тренере мадридского Реала в тот момент. На эту игру Реал выводил Луис Маловный. 60 лет ему было в день игры. 11 лет, кстати, этот тренер провел как игрок в Реале. Впервые возглавил команду как тренер в 74-м году, сменив Мигеля Мунилса. Проработал с командой, кстати, всего лишь полгода. Затем возвратился в Реал второй раз как главный тренер 20 мая 82-го года, сменив на этом посту балканца Вуедина Бошкова. Ну, вот такая параллель уже прослеживается. Вы тоже дважды приходили в Черноморец. Я должен сказать, что в общем-то в этой великой команде, как правило, работали великие тренеры. Вот, и если кто-то и работал, так при всем там, знаете, самый, если и работал, кто незаметный, так это этот тренер. Вот там. То есть Маловный был самым незаметным тренером в Реала, вы хотите сказать. Да, 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 потому что там, вот сейчас, если вспоминают, какие-то трениры, Вошкова, все помнят. Одного, второго, третьего великих тренеров, а он так особнячком там проскочил, хотя, в общем-то, очень такой серьезный специалист. Ну, под его руководством Реал приходил к победе в Кубке УЕФА. Как раз после, в этом примере, после того, как нас обыграли. Ну, вообще, Жеребьевка, конечно, сыграла с нами вот в тот год очень такую злую шутку, да, наверное? Ну, она просто жестоким образом с нами обошлась. Хотя, в принципе, вот так вот, если делать экскурс в 20-летнюю историю, я все-таки думаю, что оба эти матча и с Вердером, и с Реалом, не знаю, что мы с Реалом проиграли, я думаю, нужно занести в активку на совершенно чайник. Итак, вновь атака нашей команды с мячом. Николай Романчук смотрит, кому отдать. Ну, пока что пасует по перек поля. Я думаю, что наши игроки просто выбирали, как бы, направление, что ли, атаки, потому что с Реалом просто так же играть в открытую не стали бы. И вот первая попытка удара и гол. Буквально с первого касания забивает гол наш Александр Богапов. Ну, вы видели, у нас получил травму. Да, получил травму Спицын, да, и был заменен. Заменен, поменяли Богапова, значит, у нас там была целая перестановка, потому что Богапов не мог играть. Да, давайте посмотрим, вот с левой ноги. Не мог играть справа, но видели, там получилась ситуация подкардела защитник. Да. И мяч полетел по такой немыслимой для продажи траектории, был рикошет. Да, ну, а Чатарена, кстати, вот на повторе было видно, что он коснулся рукой мяча, и вот от его руки в штангу и в сет взлетает мяч. Кстати, вот, насколько я помню, тогда испанские, все испанские газеты называли Богапова чуть ли не суперзабивным, там, каким-то игроком. То есть немыслимый удар по силе, по точности, по времени. Да, по силе, по точности, да. А вот у него, кстати, ударная нога левая, да? Левая, левая, но он с левой пробил тоже. Да, и вот я смотрю, у него стягивающая повязка какая-то была, вот на этой левой ноге в тот день, да? Ну, он немножко такой был, знаете, не в тонусе, поэтому не в составе, с легкой травмой. Но, тем не менее, вот, а почему, вот как вы почувствовали, что именно вот Богапова нужно выпустить все-таки? Просто вот, или просто он на этой позиции должен был сыграть вместо Спицына? Нет, наоборот, наоборот, нам сделали рокировку, видели, мы там переставили на конечную справа его середину. Это для нас была неожиданность, и такая, знаете, такая... То есть это был ваш тренерский экспромт, получается, да? Чистый форс-мажор был, поэтому нужно было срочно что-то делать, быстро. Вот так вот получилась замена, и такая удачная. То есть можно сказать, что тренер Прокопенко угадал замены? Ну, об этом же, конечно, тренер должен угадывать. Угадывать должен все-таки. Хотя, в общем-то, и бытует такое мнение угадывать, все-таки гадание это немножко цыганский термин. Ну да, 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 на кофейной ручке. Да, я не против там гаданий всяких, но я думаю, все-таки... Какое-то там седьмое чувство. Есть другие выражения, ну, допустим, интуиция, знание дела, знание своих игроков, поэтому тут масса нюансов. Ну и, конечно, там вариантов много, нужно выбрать единственное правильное. И как раз с этой заменой все было верно. Кстати, а как Багапов пришел в Черноморец, если продолжать эту тему? Пришел, как многие игроки приходят, увидели. Где вы его нашли? Вон, с Кубани пришел. То есть, ну, тогда были такие, как бы, джентльменские, такие договорные какие-то вещи, да? То есть, не было системы контрактов, или были? Нет, нет, конечно. Вот, и как же вам удалось сманить? Да не сманить, убедили человека. Просто убедили. Да, действительно, наверное, силы убеждения в то время это главное оружие тренера было. Видите, как сыграли на опережение, отобрали мяч. Сейчас наша команда уже наладила контроль за мячом, уже видно. Посмотрите, уже нет такого... Да, такого тотального превосходства. Да, превосходства. Ну, вот, посмотрите, как все-таки за 20 лет футбол изменился. Очень изменился. Можно было пешком просто так пройти. Не, не просто пешком. Мастера были и тогда, и они и сегодня сыграли бы, и в этом футболе. Просто в футбол сегодня стал более динамичным, спрессованным. Хотя таких игроков, допустим, вот Ищак, такого быстрого игрока, как был Ищак, сегодня тоже нет. Несмотря на то, что он был защитником, да? Да, не каждая команда может согласиться с таким игроком. Прошло 20 лет. А, кстати, а вот такое вот... Вы же наверняка провели тестирование, да, в команде? Конечно. А вот за сколько, допустим, скоростной отрезок бегал Ищак? Ну, Ищак забегал из... Значит, ну, стартовая скорость определяется, скажем... Ну, есть такие отрезки. 5, 10, 15, 30 метров. 30 метров. Вот на 30 метров. 30 метров с места Ищак бежал 3,85. Ничего себе! У нас так нападающие бегают сейчас, черноморцы. Я не думаю, что какой-то нападающий черноморцы так бегает. Бегает. Сегодня. Кто-то... Знаю. Есть такие? Да, есть такие. Ну, я что-то не особо замечал. Евгений Лошенков первый. Да? Один из первых. Убегает из четырех секунд. Но, тем не менее, вернемся к матчу. Вот сейчас штрафной разыгрывает Мадридский Реал. Мяч попадал рикошетом Кулка Санчеса, но он не нанес удар. Ищак подхватывает мяч. Адет Морозов. Морозов, да. Вот тут борется. Но встретились Хорха Вальдана и Юрий Морозов. Два 11-х номера. Вальдана с мячом. Проходит нашего игрока. И сейчас, наверное, будет навес. Да, навес. В самой крайней точке. И удар. Отлично. Отличную реакцию демонстрирует наш Виктор Гришко. И вот аплодисменты заслуживает. Я думаю, что и в его адрес все-таки тоже часть этих аплодисментов. Потому что коварный удар наносился сейчас. В общем-то, это удар наносился, но удары пробить. Если бы он пробил, то более целенаправленно. Поточнее, да? Да. Иди знать, что бы он был. Хотя, такие удары врата уровня Гришко, это не проблема. Ну и давайте, пока у нас здесь развивается позиционное нападение мадридского реала, познакомим наших зрителей, наших болельщиков с составом нашей команды и мадридской. Итак, в воротах уже, как мы говорили, Виктор Гришко. Далее, второй номер Николай Романчук. Третий Валентин Ковач. Четвертый Василий Ищак. Пятый Владимир Плоскин, капитан команды. Шестой Игорь Наконечный. Седьмой замененный Александр Спицын. Вместо него вышел на поле, вы видели 17 номер Александра Багапова. Восьмой номер Александр Щербаков. Девятый Виктор Пасулько. Десятый Игорь Юрченко. И одиннадцатый Олег Морозов. В запасе в тот день в нашей команде были Вартарин Трульчистов и Александр Скрипник, Владимир Финк. Вот всего лишь три человека было у нас в запасе. Это правильно или нет? Это правильные сведения. Раньше хватало этого. Хватало. Нет, троих можно было. Понятно. Было время, когда вообще не разрешали менять на чемпионатах мира. Вы знаете или нет? Честно говоря, нет. В Англии. В Англии, да? В шестьдесятом году. Да, Сапа получил травму. И так и... Десятером играли. Десятером играли. Но он был на поле. Но присутствовал. И состав Мадридского Реала. В воротах Хосе Мануэль О'Чатарена. Далее по номерам полевые игроки. Мигель Порлан Нагерачендо. Антонио Камаччо, знаменитый. Теперь тренер уже. Антонио Масседа. Мануэль Санчес. Пятый номер. Шестой номер. Рафаэль Гордильо, который забил гол нам. Седьмой номер. Эмилио Бутрогенио. Восьмой. Мигель Гонсалес Мартин. Дель Кампо Митчел. Девятый. Уго Санчес. Мексиканец. Центральный нападающий. Десятый. Рикардо Гальего. Редондо. И одиннадцатый. Хорхе Вальдано. Уже упоминавшийся нами. Очень активно, кстати, вот на правом фланге действовал Вальдано, да? Вы как-то вот вносили корректировки нашим игрокам со скамеечки? Вы там что-то кричали, а не слышали вас? Нет, то, что... Это же не баскетбол. Но к бровке выходили. И даже к бровке не выходили. Нет, ну, то, что не сделал. До игры, во время игры футбольному тренеру сложно нести корректировку. Я думаю, нет смысла кричать ни ферно, там, верующего нет, никто не услышит. В лучшем случае в перерыве можно с корректировать действие. Ну, вот сейчас мы уже не накрадно можем наблюдать такие сценки. Убровки футбольных полей в эпизоды, когда, допустим, игра остановлена. Да, знаете, в то время как-то... Наверное, Эмя немножко подумала, да? Нет, ну, просто тренеры больше в себе там проиграли эмоции. Сейчас они бегают и шумят и кричат. Раньше даже как-то было не то, что неэтично, а как-то даже неловко, я бы так сказал. Ну, вот сейчас мы увидели, мог быть опасный прорыв по центру нападения у Мадридского Реала, но этого не произошло. Наши защитники сумели ликвидировать опасность. Ну, вот как-то вот Реал, после пропущенного гола, я смотрю, игра команды вот в таком остром нападении, что-то немножко разладилось. Вот, как вы считаете? Ну, вот как-то легко наши защитники перехватывают мяч. Мы правильно играем. И вновь так и нашей команды с мячом Владимир Плоскидов был. Центральный защитник, видите, как вышел вперед с мячом и быстрил передачу. Сейчас Игорь Юрченко, но здесь как-то непонятно. Да, ну, не согласовываем с форумом. С мячом Читарена, голкипера Реала, играет он с четвертым номером Масседой. Антонио Масседо, очень сильный игрок. Луга Санчес, куда пришел? Аж в центральный круг. Центральный нападающий. Два центральных защитника со сборной Испании были. А, ну вот если говорить, допустим, о Макамачо и Масседо. О расстановке игроков на поле. Насколько совпадала атакическая схема Мадридского Реала с нашей схемой? Ну, тогда, как правило, играли 4 защитника, 4 халбека и 2 форума. То есть 4-4-2, да? Да, и внизу, в каждой ситуации. То есть, получается, как бы на каждом участке поля было противостояние двух футболистов, да? Ну, это вы так упрощенно говорите. Это давно уже. Когда два футболиста на каком-то участке поля, это тот, это футбол отдельных единоборств. Это был 50-й, кусочек 60-й год, а потом он закончился. Он сейчас... Сейчас уже в это время уже футбол тотальный, уже футбол согласованный. Митчелл сейчас нанес, пытался сделать навес и угодил прямо в нашего Владимира Плоскину. Судя по всему, больно очень было нашему капитану. Не, но он человек мужественный. Да, безусловно. Испанцы сейчас будут подавать угловой. Посмотрим, давайте. Итак, подача. Выбили головой наши защитники. Я вновь реал нападений. Ну, не дают. Багабр тут так пытался, наверное, вынести мяч на мяч. Не лег, да. Очень хорошо. Очень хороший проход. Ну, вот здесь немножко повезло, я думаю, да. Если бы он подставился, он не хватил опыта. Если бы он корпус поставил, мог бы быть... Ну, сейчас бы современные игроки идеально бы, наверное, исполнили или использовали такую возможность. Конечно. Но в то время, наверное, вот, кстати, интересный еще один момент. Наверное, форварды тех лет, они не умели вот так вот, да? Как-то, как говорите, подставляться, играть немножко. Нет, не умели. Ну, тогда и судьи так особенно не давали пенальти. То есть нужно было там, не знаю, буквально завалить, да? Оторвать голову нужно было, чтобы пенальти... Пенальти назначили. Но сейчас показывают замену. Судья показал замену. Ну, нам ее сейчас не показывают. Тем временем мяч выбрасывает Романчук. Вновь на Багапова. Багапов с правого края здесь пытается у нас организовать атаку. Очень неплохо. Ну, и... Испанцы, да. Заставляют подкатываться испанцы. Выбивает мяч. Санчес с мячом. Санчес очень опасен. Передача немножко назад. Но, тем не менее, острое продолжение атаки. Вальдана, Санчес рвется. Вот здесь вот, кстати, такой же опасный момент зацепил, по-моему, Санчеса, да, наш защитник? Гришко. Ох, и получает удар, по-моему, он, да? Да, не могу. В лицо получает удар Виктор Гришко. Давайте сейчас посмотрим повтор. Бутрогенев здесь помешал Ищеку. Санчес. Санчес, в свою очередь, также Ищак помешал. Навес. Бутрогенев. А, Вальдана, по-моему, да? Да, ух ты. Посмотрите, как Вальдана ударил локтем в лицо тогда. Я не могу сказать, что это было игровой. Ну, я не думаю, что он это сделал преднамеренно. Он спиной стоял. Наверное, все-таки это больше ослуживается. Ну, что ж, тем не менее, болезненный, конечно, все-таки, получить удар локтем в лицо, ну, будем так говорить, в дебюте матча, это не очень приятно для вартеря, да? Да. А кому приятно получить лицо? Тем более по реакции Виктора Васильевича. Вот, ну, видать, больно все-таки ему пришлось, и не позавидуешь. После этого, я думаю, там звездочки у него, наверное, крутились. Вот сейчас нам показывают повтор атаки Реала и грубое нарушение. Мяч у нас остался. Мяч остался, все нормально. Здесь упустил Морозов за боковую линию. И вновь Реал в атаке. С мячом Гальего. Пас на левый фланг. Опять Санчи тут хитро пытался пропустить мяч, но, по-моему, там Вальдано было. Видите, как атаку начинает черновоец? Не выбивает, куда попал. Очень осмысленно, да. Вот, все равно, испанцы читают очень неплохо, да, игру нашей команды. То есть, в лучшем случае, нам удается сделать два-три точных паса, да, и следует перехват. Конечно, конечно, они образованы в футбольном смысле люди, поэтому читают. А вот, Маня, Вальдано, прорыв по. И тут вот везение. Немножко везение, но я думаю, что все-таки игра. Не везение, но там успел выбить мяч. Сейчас посмотрим, давайте еще раз повтор. Вот Вальдано прорывается по правому флангу, пас в центр на Санчеса. По-моему, не видно было, кто это был из наших. Да, сейчас посмотрим. А, нет, шестой номер. Это Игорь Наконечный. А, Игорь Наконечный. И, видать, тоже не сладко пришлось. Но по ноге хорошо попал ему Санчес. Ну, Санчес вообще такой очень коренастый, да, футболист был. И с ним трудно было, я раз, в силовом Гиноборце, да? Да, он очень мощный. Посмотрите, какие ноги у него. Мощные. Я вот, когда присутствовал на ответном матче нашей команды, когда Мадрид приехал к нам, я сидел как раз вот на трибуне А, и это была как раз та зона под нами, где играл Санчес. И я еще удивился, как игрок с таким, будем так говорить, угловатыми движениями, то есть он перемещался по полю как-то боком немножко. Меня еще удивилось, как же он играет в таком прославленном клубе. И как умудряется по 30 мячей забивать в каждом сезоне. Вот-вот. И вновь атака. Это Гольега. На Бутрогене, ну, не очень точный пас. И вновь откатывается мяч к центральному кругу. Видите, в принципе, ни одной такой... Острой, да, выстрой атаки. Да, нет. Они практически застревают. Но и дальнее действие, это такое, чтобы... Вновь навесу штрафную. Здесь, опять, хорошо сыграл. На этот раз уже был, по-моему, третий номер. Это Вальденкович. Показывает Вальдена, куда бросать надо. Очень высоко выпрыгивает Вальдена. И прекрасно выбивает плоски на мяч. Далеко пощипит, центральный круг летит. Мяч и вновь подхватывает его испанцы. Вновь десятый номер Гольега. Территориальное преимущество есть. Назвать его, безусловно, ревым, я бы не намерился. Вы тоже, да? Да, конечно. Но вот, судя по действиям нашей команды, мы как-то успокоились. Вот я вижу, что наши игроки очень спокойно сейчас себя ведут на поле. То есть, наверное, прошла вот эта стартовая лихорадка, что ли. Кстати, в тот день на стадионе Сантьяго Бернебео мяч проходил в присутствии 75 тысяч зрителей. Было пасмурно и 16 градусов тепла. Такие вот данные. Там меньше не ходят, так что. Да. Ну вот, видно, что пустые места все равно есть. Но 75 тысяч зрителей, это, конечно, цифра очень серьезная. Я думаю, что наши игроки, наверное, впервые играли при таком скоплении зрителей. Да, многие, конечно. А вот, наверное, все-таки сдействует, да? Вот на игрока, когда выходит, вот он полная чаша и все это дело ревет там, поет. Ну, есть он малоопытный, конечно, есть. Извен, впервые вышел. Испанцы в атаке. Вновь попытка подойти к нашей штрафной, но здесь наши игроки очень удачно блокируют вот эти вот дальние удары, да? Испанцы не дают они издаребить им. Вбрасывал мяч сейчас Чендо из-за боковой. Видя комментатор Монава Санчес, это их защитник. Ну, так всегда была практика такая у испанского телевидения, насколько я знаю. Ну, кстати, мы смотрим эту запись. Эта запись, свидетельная, является раритетная. Она сделана в телевидении Реал Мадрид. Санчес, подача, Гришко очень хорошо, выпрыгивает высоко, показывает все спокойно, ребята. Мяч у меня. Ну, вот, я смотрю, тогда не принято, наверное, было вводить мяч рукой в игру, да? Почему? Вводили рукой, ногами, ногами. Ну, он зачастую выбивает мяч в район центрального круга, там уже борьба, само собой. Санчес могла быть опасная атака, если бы дернулся во время Бутрагения. Ну, он этого не сделал. Рукой бросил. Да, вот рукой, да, ввел. Услышал слова мои Виктора Гришко. Показывает спокойно. Вести себя футболистом призывает, по-моему, да? Ну, игра не выходит за рамки какие-то. Да, в принципе, это такой... Есть такие жесткие моменты, но это не грубость. Ищак посмотрел, куда отдавать, и решил сыграть на Гришко. Ну, в принципе, счет 1-1, конечно же, нашу команду устраивал. Более чем, да? В игре с таким соперником. С таким соперником в Мадриде и еще в двухматчевом поединке. Да. Тем более, что у нас игра, как бы, впереди была дома. Вот. И, ну, я помню, в тот день на игре был полный стадион. Билетов было практически не достать. Не теоретически, а не только практично. Да. Вот я каким-то чудом успел купить, вовремя просто как бы сориентировался. И тогда, кстати, вот по заводам, была такая практика, по заводам распределяли билеты на такие вот матчи. И мне удалось на заводе, так сказать, выкупить этот билет. И распределяли, а делали заявки. Ну да, заявки от завода направляли, да. Ну, я имею в виду, распределяли все равно, в любом случае, лишь как-то была какая-то квота. Допустим, канатный завод, столько там билетов, консервы, столика. Честно, я этим не занимался. Я знаю, я занимался. Подготовка команды. Ну, вернемся к нашему матчу. И вот опасный, кстати, был такой то ли навес, то ли прострел. Все-таки удается им, видите, достаточно большого количества флановых передач. Делать. Делать. Но эти флановые передачи не разворачивают лицом к своим воротам нашу команду. Поэтому они не носят такой уж очень острый характер. Ну, там вот, кстати, во время этой передачи был, по-моему, легкий рикошет нашего защитника. Бутрогеня с мячом уже с левого фланга. Посмотрите, атакует Вальдана с ходу, внешней стороной. Вот это да. Посмотрите, как он. Красавец. Как он перебросил, посмотрите, этот повтор. Вот Бутрогеня. Посмотрите, как он изумительную, идеальную передачу сделал. Успел, главное, успел. Прикрыл корпусом мяч. Посмотрите, идеальный, через всех подсех. Мгновенный разворот. И там у нас, знаете, раз, два, три, четыре, пять, шесть, а здесь никого нет. Здесь никого, да. Одной передачи отсек полкоманды нашей, даже больше. Это мастерство большое. Не, ну, Бутрогеня, конечно. Кстати, в день матча Эмиле Бутрогеня всего лишь 22 года было. Ну, вообще, вот... Сейчас ему немножко больше. Да, конечно. Посмотрев на возраст игроков Реала, ну, вот, вратарь 24 года Четарена, Ченда, защитник 24 года, Санчес, 20 лет. Из таких вот опытных, разве что, можно назвать, вот, Хорхе Вальдана, 30 лет, тогда ему было. А, ну, еще вот на замену вышел Сантельяно, 33 года, самый такой возрастной игрок был. Но команда вот мадридская была в тот день довольно-таки молодая сама по себе. Багапо сейчас мы видим у мяча. Ищак подключается к атаке. Пас на Юрченко, да. И что здесь? Сверху падает на него. Митчелл Удивляется, по-моему, Митчелл решению судьи. Ну, вот испанские болельщики на трибунах спокойно себя так ведут. В принципе, никаких вот таких вот проявлений. Хотя, тем не менее, вот эти решетки все-таки ограживают поле. Ну, не получилось опасного. А, нет, все-таки угловой. Такого опасного розыгрыша снова не получилось, но, тем не менее, угловой. А вот, кстати, кто у нас в команде в то время был таким мастером стандарта? Вот как у нас сейчас Кирилл, допустим. Были такие у нас? Конечно. Кто именно? Кого можете назвать? Плоскина. Плоскина. Ну, сейчас подавал Морозов. Подхватывает мяч Юрченко. Плоскина чемпионом был по пенальти, знаете ли? По пенальти. Слышал об этом, да. Рекорд его так и никто не побил. Санчес острую передачу делал по центру нападения, но не получилось. Но вновь испанцы с мячом. Вновь бил Бутрагене. Конечно, очень опасный игрок и очень талантливый футболист. Видя, как сдвоенный отбор, как подстраховал его еще одного Бутрагене. Да, тут же раз. Одно не могу понять, как мы в принципе с такой приличной игрой занимали 13 место в чемпионате Советского Союза. А потому что чемпионат Советского Союза был очень сильный. Уго Санчес здесь борется. Ох, как борется, однако. И что, показывает судья у нас? Штрафной показывает судья. Но в другой стволе. Боролся с Санчесом наконечный. Поскольку. Так, штрафной. Подача. Ох, как опасно. Вот сейчас промахнулся мимо мяча, но ищак вовремя. Здесь сыграл. Вот это, пожалуй, первая такая после забитого гола, разумеется. Реальная, да? Опасная голевая ситуация. Голевая ошибся. На выходах. Витя Гришко. Он обычно таких ошибок не допускал, но это, в общем-то, серьезно ошибся. Мяч подхватывает Романчук и чуть-чуть отпустил от себя, но испанцы тоже потеряли. вновь наше с мячом. Посолька с правого фланга. Нет, все-таки отбирает у него мяч. И вновь атака в Андрейском Реалу. Мячом. Санчес вновь. Как все-таки вот комбинируют. Ох, какой опасный удар из-под защитника. Ну, тут демонстрируют акробатические способности. У нас есть фротаж. Угасанчес, конечно. Посмотрите, какой опасный, коварный, в полном смысле этого слова, удар, да? Кто же это бил? По-моему, Бутергене. Все-таки, да, Бутергене. Эмилио и Амаси это два форварда лучших в Испании были. Бальдана с мячом. И что, штрафной? Штрафной в сторону нашей команды. Штрафной. Мгновенно разыгрывают испанцы. Вновь Бутергене. Ну, едва ли не самый активный игрок этого матча, да? Ну, Ищак ему ничего не дает сделать. Но коварный удар был. Конечно. Итак, главой угород нашей команды будет подавать Гордильо. Тот самый Гордильо, который забил нам мяч первый. Подача. Хорошо играет Бережко. И вновь испанцы подхватывают мяч, но вездесущий. Также Санчес, он по манере такой же вот какой-то, как вот Бутергене. То слева, то справа возникает, то по центру. Очень часто, судя по этой игре, они меняются местами, да, с Бутергене? Санчес. Как иначе? Они же два форума, они могут не могут загорать по желобкам. у них ложные открывания, чтобы за ним, чтобы висеть в такую... Стянуть на себя защитников, да? Ну, конечно. Масса нюанса. Вновь испанцы в атаке, пас на фланг, здесь шестой номер Гордильо. Не удается ему получить мяч, и наши вновь в атаке Юрченко. Остаются наши с мячом на Морозова. Но Морозова здесь, конечно, трудно было. Пас, в принципе, отдавался в борьбу, и форум защитника был. Трудно было выиграть эту борьбу, конечно, нашему нападающему с мячом Гольега. Пас на Вальдана. Вновь на фланге, вновь Бутрагеден. И вновь делает навес на Санчеса, и точный навес. Но вовремя наши защитники здесь подоспели, и тут же накрыли буквально удар Уго Санчеса, и уже атака. Уже атака. Да, Черноморца, капитан команды нашей, пошел в атаку. Продолжаем удерживать, гляньчика, посмотрите. Очень неплохо, кстати, вот сейчас держит мяч Олег Морозов. Она показывает повтор предыдущей атаки, навес Бутрагеня. И вот здесь кто-то из наших седьмой номер, по-моему, накрыл. Это Александр... А, нет, седьмого номера у нас уже нет. Это был бы Александр Спицын, но его заменили. А, кстати, тяжелую травму получил вот тогда Александр Спицын в том матче. Пропустил следующий матч, по-моему. Если меня не изменяет, по-моему. А вновь испанцы с мячом. Пас на левый фланг. Ну, что сейчас будет? Нет, не будет на место. Такую двухходовку разыграли на фланге, но по-моему, ушел мяч за лицевую линию. Ушел систи. И Виктор Грешко выбивает далеко. Конечно, по этому тайму, если бы статистика матча была, как сейчас берут, держание мяча. Наверное, было бы такое серьезное преимущество. Территориальное, конечно. Нет, по держанию мяча мадридского риала. ну, такого особенно чего-то. И вот проход Бутрогению здесь жестко его встретили. Особо и не создали, по большому счету. Ну, кроме того, удары в лед над перекладиной. Да, над перекладиной. когда бил из-под ноги нашего защитника, бил Бутрогению. Грешко накрыл мяч в прыжке уже. Два таких момента. Ну, такие мячи игроки уровня Грешко обычно. Беру. Вновь Бутрогению, но пас был такой не очень точный. И наши перехватили мяч Пасулька. Смотрит, кому отдавать. Хорошая острая передача. Пас на Щербакова. Прорывается, как все-таки шестой номер это гордили. Санчес. Опасно. Вот Бутрогения. Ох, вот это вот. И показывают наши игроки, что вне игры, да? Видите, один пошел быстро отбор ненужный. Ненужный. Абсолютно. Вот второй быстро отбор пошел. Тоже не нужно. Тоже нет. Нужно было. И подкат. И получилась такая ситуация, что два игрока из обороны выбора и разжженное пространство. Разумеется. Тут же Бутрогения. Тут как тут. Там показывали наши... Сбить скорость атаки можно было нормальным расположением, не вступая в отбор. Испанцы вбрасывают мяч. Ищак. Вот спокойно дает вратарю. Ищак блестящим игроком ближем боевых. О, сейчас грубо играет Вальдана. По-моему, пасулька падает, да? Больно сзади по ногам, конечно. Вот за такое горчичник у нас дают сразу сейчас. Но вот Хекет как-то не спешит. Он, наоборот, показывает нашему игроку, чтобы он поднялся. И делается таким устным замечанием в сторону Вальдана. тем не менее, штрафной. И очень хорошо Багапов отдаёт голубую передачу и здесь морозов, по-моему, гол, да? Да. Такая острота, как бы. Да. Если бы не вовремя не вышел вальдана, то могли бы быть неприятности в мадридцах. Они могли бы вылететь скобку, в общем, сидят. Да, всю судьбу, конечно же, решил единственный гол, конечно же. Безусловно. Если бы этот гол, да, то... Да, вот если бы этот гол, да. Даже, не смотря то, что тут бы не забили, был бы 2-2 и 0-0. Да, и все, и мы выходим, конечно же. Но тем временем продолжается матч мадридского Реала и Одесского Черноморца. Напоминаю, друзья, вы смотрите... Аюльченко подходил мяч. Вы смотрите матч Роджерша Кубка УФА 85-86-го годов. Это тоже убойная зла. такая дистанция, да. И такая динамичная атака была. Пасулько вышел. Практически никто ему не мешал. Нет, он правильно делал. Он подсекал, перебрасывал. А, вот так же. Если бы у него получился, то он был бы присящ. Горьего пасует на левый фланг с мячом Камачо, капитан команды. Вновь Бутрогени. Санчес, ну, непонятно, как-то они сыграли с Бутрогени. Бутрогени кличку знаете, нет? Нет, Ястреб. Ястреб. Ну, в принципе, заслуженно, заслуженно, судя по игре. Достоин. Очень заслуженно. Очень агрессивный форвард был. Но кличка осталась до сих пор. Его сейчас опасно, хотел перебросить мяч через Виктора Гришко. Испанский игрок. Теперь вы видите, в чем преимущество. Вратаря с таким ростом или нет? Да, конечно же. С вытянутым дверками особенно. А? С вытянутым дверками особенно. Анатолия Санчеса с нашим Александром Щербаковым. А вновь испанцы в атаке, да, конечно, процент владения мячом у испанцев гораздо выше, чем у нашей команды, но, тем не менее, неточная передача... Какая безупречная па... Да, пас на Морозова. По тошности. Ох, как пяточка. И по своевременности. Красиво он сыграл на Романчука. Романчук здесь пытается обыграть своего визови, кстати, тоже второго номера. Романчук это... Чем, да? Это не его вид в футбольной программе. Дриблинг выходить. Да. И так, идти в оборуж. Видели, как спокойно разгадал его защитник у Коли Романчука со скоростью были проблемы, к сожалению. Но, тем не менее, как защитник, я думаю, Ну, он полузащитник. Полузащитник. Он... Этот год все равно на очень серьезном и следующий на очень хорошем уровне. Кстати, а вот кто из игроков этого состава был воспитан в Одесской школе черноморцев? Были такие? Не надо посмотреть сейчас. Вновь испанцы с мячом. Санчес. В стартовом составе. Другой футбол немножко, конечно. А что ты? Легионеров не было. Все наши. Все наши. Какая разница? Откуда? Откуда воспитанник? Где он воспитывался? Какая разница? Посолька здесь потерял мяч в борьбе с испанским игроком. Но тем не менее, испанцы вновь с мячом. Это Маседа. По сути, центральный круг. Развивается левым флангом атака испанцев. Но вот встречают очень хорошо наши защитники. Сейчас Юркинка спокойно разобрался в ситуации и пас сразу последовал на Морозова. Здесь пока что никого из партнеров нет и Олег тут пытается накрутить испанцев. В принципе, остается с мячом, что весьма неплохо. Багапов, конечно. Ну, вот здесь как-то тоже невразумительно действовал в этой ситуации. Не согласован, но я бы так сказал. Испанцы вновь с мячом Санчес в Гордире. Испанцы в Гордире. Испанцы в Гордире. 23 декабря 1985. Большое время. Испанские комментаторы удивляются, как до сих пор мадридский Реал не может ничего сделать с одесским черноморцем. То есть, буквально как бы наши слова. Я так полагаю, что первый тайм завершен, да? Да, вот завершен первый тайм. Свисток Хекета. И, друзья, мы с вами прервемся на небольшую рекламу. После чего вновь приглашаем вас к экранам телевизоров посмотреть второй тайм-матча Реал Мадрид черноморец. Я с радостью могу сообщить нашим болельщикам, что вместе с телекомпанией ГЛАС мы подготовили на время этого зимнего межсезонья программу, такой своеобразный отчет о годах, лучших годах черноморца, самые известные наши игры в евро-турнирах. Я думаю, что для всех наших болельщиков это будет хорошим воспоминанием, для молодой части будет, скажем, таким экскурсом в историю, ну а для нас будет личным стимулом для того, чтобы добиться поставленной цели на этот сезон. И вновь, друзья, мы вас приглашаем к экранам. Напоминаю, что телерадиокомпания ГЛАС продолжает показ матчей черноморца в сезоне Кубка УЕФА 85-86 годов. Этот проект получил название «Гроза авторитетов». И мы предлагаем вам посмотреть сейчас второй тайм матч Реал-Мадрид-Черноморец. И эту трансляцию вам помогают смотреть спортивный обозреватель ТРК «ГЛАС» Игорь Шефигурин и рядом со мной находится тренер нашей команды в тот момент Виктор Евгеньевич Прокопенко. Ну вот, те, кто не следил за первым таймом, вот мы тут с Виктором Евгеньевичем отметили, что в принципе наша команда не допускала таких серьезных просчетов в обороне в игре с Реалом вот по первому тайму. То есть были были моменты, но они, будем так говорить, по пальцам их можно было пересчитать. Не получилось той сетки ключей. Ожидали большего, да? Да. Ожидали. Я думаю, что испанцы тоже ожидали большего, наверное. Я их имею в виду. Да. Сейчас Романчук был с мячом. Вы видите, сейчас нелегко приходится испанским футболистам. Наши владеют мячом. Очень, кстати, грамотно владеют. То есть, судя по всему, наши футболисты в втором тайме совсем уже осмелили, да? Видите, игра в одно касание. В общем-то... Багапов, автор гола в ворота мадридского Реала. Вновь удар и вновь опасный удар. Посмотрите, с дальней дистанции наносил удар Александр Багапов. И отчет, вот перед ним опустился мяч на газон, и он уже в прыжке должен был его накрывать. Кстати, а вот, Виктор Юрьевич, что вы сказали игрокам в раздевалке-то? Если это можно, припомню сейчас. Вы переоцениваете мою память. Жаль, очень жаль. То, что творится в раздевалке в перерывах между таймами, конечно, представляет огромный интерес для наших болельщиков. Вот сейчас прорыв был Вальдана, кстати, по правому флангу. Но вовремя тут Игрешко вышел, да и, в принципе, наши защитники тут страховали нашего вратаря. Мяч ушел на угловой. Сейчас будет подача. Давайте посмотрим за этим угловым. Очень хорошо наши игроки тут. В принципе, подача была, наверное, не очень хорошей, потому что испанец подавал почему-то на головы именно наших защитников. Там неного испанца рядом не было. Нет. Он был в зону, там должны оказаться. Они должны были заприбежать. Потому что наши защитники были более концентрированы. Вбрасывание из-за боковой выполняет наша команда. Посулька был с мячом. Сейчас дальний удар в направлении Юрченко, но до него мяч не дошел. В центральном круге наши игроки с мячом. Багапов пас налево, с нашей стороны. Подача. Вполне достойно смотрится. Да, да, очень. Шербаков с мячом хорошо контролировано. Здесь отпустил и тут же попытался у него отобрать мяч Гольега, но тут жестко встретил его наш игрок. Испанцы с мячом. Гордилия, автор голова, ротов черноморца. Санчес, Утрогене, опасно. Вновь Санчес, с левой ноги. И в упор, буквально в упор наносил удар головой. Я вот не успел разглядеть, какой-то номер был, по-моему, это был номер 8. Митчел, сейчас давайте посмотрим. Вальдана. Да, может быть и Вальдана. И может быть, это точно. Не буду спорить, сразу говорю. С мячом Романчук. Вновь испанцы перехватывают мяч. Санчес. Удар. Ох. Сейчас был опасный удар. Вновь с мячом испанцы. Подача в штрафную была. Выбивают. Сейчас трехминутка абсолютно не наша. Испанская, да? Испанская, да? Да. Ну, тут попытка такого то ли удара, то ли передачи была у Гольега. Давайте сейчас посмотрим за атакой. Санчес пасовал направо. Жаль, не рассмотрел. Я тоже наносил из испанцев вот этот удар по нашим воротам. Что здесь? Нападение на воротаря. Ну, картина. Как здесь картина Санчес играет, конечно. Кстати, Санчес это мексиканский футболист в составе Реала. И пришел он в эту команду из Универсидат. Такая была команда, такая, старица Мексики, Мехико. И вот именно оттуда пришел в Мадрид Уго Санчес. Сейчас очень хорошо пробрасывал себе мяч на ход посулька, но ушел мяч за боковую. Испанцев бросили. Маседа гордили, неудачно гордили, обработал мяч. Пас в сторону нашего Морозова, но тут двое испанских защитников, конечно, шансов было маловато у нашего нападающего. Да. Передача сейчас называется вертикальная. Вертикальная. Да. Она очень опасна, очень острая. Если его вовремя дать, есть игроки, которые могут вовремя ее использоваться. Ну вот сейчас испанцы пытались левым флангом атаковать, но до удара поворотом дело не дошло. И Санчес с мячом что здесь показывает? Из-за боковой вновь бросить, да? Да, из-за боковой будет бросивать. Что-то Камачи жестикулирует своим игрокам. Маседа, да. Санчес прикрывает корпусом пас на бодрогене, но не получилось, перехватили. Это всегда опасно, очень низко опустились, но есть такой футбольный термин. У нас свою половину ближе к своей штрафной площади. Сели в штрафную, да? Да. Ну, здесь пытались наши игроки что-то опасное создать ворот испанцев. ух, как все-таки больно сейчас дали, по-моему, Богапову по ноге. Ну, в принципе, там он делал подкат, соперник ничего такого не предпринимал. А, так дело в том, что получилось как? Уже после действия он наступил на ногу Богапова. Вновь испанцы с мячом, опасно Санчес, но здесь не поняли уже друг друга испанцы. Такой ситуации есть возможность для острых контратак только на повремя дать передачу. И вот сейчас пытаются как раз наши игроки это сделать, но испанцы очень точны в обороне у своих ворот. Гордилия, Гальего, пас на правый фланг и вновь навес. Навес на Вальдана. Ох, опасно было. Рядом со штангой сейчас проходил мяч после удара Хорхе Вальдана. Гришко здесь, конечно, мешал аргентинцу, но мяч прошел все-таки рядом, давайте посмотрим повтор, рядом, очень близко, Таким, что ли, дугой, такой, по дуге пошел мяч. Острый, конечно, удар был. Здесь показывают удачную игру пятого номера Мануэля Санчеса. Штрафной, очередной штрафной разыгрывают мадридский Реал, вновь Гальего. Митчелл бил поворотом, так не получилось острого такого опасного удара. Гальего, серия финтов таких, поскольку на миг не проведешь такими финтами. Тем не менее, вновь смещаем испанцы. Гальего здесь пытался на коротке сыграть с Митчеллом, но не получилось, разгадали комбинацию наши игроки, но испанцы вновь в атаке. И вновь Гальего. Трудно забрать мяч у этого футболиста. Навес, бутроене, опасно. Удар и рикошет, какой коварный был, кстати, рикошет от кого-то из наших игроков, но Гришко был на чеку, накрыл мяч. Вальдана пытается вывести из равновесия нашего вратаря. И что? Какая-то реакция на стадионе Сантьяго Бернебе. Вновь в атаку переходит мадридский Реал, Моседа, в Драгене. И что? Показывает? Да, чисто. Показывает, можно играть. Наши переходят в атаку. Наконечный блестящий паст, сейчас на ревом фланге развивается атака черноморца. Спокойно по-хозяйски ведет мяч и вновь опасный удаст с дальней дистанции. По-моему, вновь Багапов, кстати, бил. И тут же ответ мадридского Реала Бутрагене перекрывает корпусом мяч, но Василий Ищак здесь не дал испанцу возможностей. Василий Ищак это рыцарь без страха и упрека. Да, это точно. Маседа длинный пас в штрафную на Вальдана в надежде. Вы впервые мне говорили, что Ваша передача распространяется на Африку, на Сибирь, а на Канаду не распространяется. Он сейчас там живет. Вы в курсе дела? Да, ну, дело в том, что, уважаемые телезрители, вы смотрите сейчас телеканал «Глаз», но в наш медиахолдинг входит и телеканал «Страна Совета», который начал недавно спутниковое обещание. Да, действительно, нас видит Сибирь, нас видит вся европейская часть России, вся Европа нас видит, даже часть Африки, действительно, но, к сожалению, Австралия, США, Канада нас не могут наблюдать, к сожалению. Это тоже момент. Да, опасный момент, да, был. Индивидуальный проход по сульку. По месту центрального нападающего. Жалко, конечно, а то бы ему Васе Чеку позвонили, чтобы он посмотрел. ему приятно был. Прекрасный подарок был бы. Безусловно. Ну, я думаю, что мы будем расширять наши технические возможности и дозвонимся, или дозвонимся, достучимся и до североамериканского континента. Тем временем, мадридский Реал в атаке. Видите, как напережение с мячом. Капитан Реала Камачо, Хосе Антонио. И вот опасно. Ох, Вальдана, как пошел в стык-то. Очень жесткий такой футболист. Вальдана, да? Такой на грани фола играющий. В принципе, он не защитник, он такой еще. Нападающий, да. Вне игры здесь показывают. Да, да. Оказался, Чербаков вне игры. Посмотри повтор. Вот Посулька легко. Посулька, очень хорошо. Второго и удар. Это убойная зона, если бы он хорошо пробил. Там было, ну, максимум 17-18 метров. Бутригене с мячом. Попытался в острую передачу сделать, но не получилось. Наконец-то такова. На месте. Посулька. Посулька и не дали серьезно. И что здесь? Нарушение в борьбе. Со Щербаковым показывает хэккин, Да. Не торопятся наши футболисты, но это понятно. Хотите сказать, один-один нас устраивает, да? Да. А вот, кстати, вы давали таких советов, типа, ребята, спокойно играем? Играем на ничью, да? Ну, нет, 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 я не говорю, что играем на ничью, но спокойно играем. То бишь, где можно потянуть, давайте потянем, там, или нет? Такого же новичков там не было. Не было, да? Молодых многих, они на таком уровне не играли, но, в общем-то, футбольная зая не знаю. Все, что нужно было делать в конкретных моментах. в определенных моментах, конечно. Гордильо, навес, Санчес, ух, какой, вновь в опасной зоне был Санчес. подбор наш. Да, да. Богапов, Богапов сейчас на левом фланге, начинает атаку нашей команды, пас на Щербакова, ну, тут падает, испанский футболист показывает, где-то меня толкали. Нет, штрафно, штрафно. Ну да, я имею в виду испанец, показывал, что его толкали. Так кто же его толкал? Он сбил в Шибакова. Это был пятый номер, Мануэль Санчес. Кстати, полузащитник всего лишь 20 лет этому игроку. И вот показывает тренерскую скамейку, как раз тот самый Луис Маловный, о котором мы рассказывали в начале нашего репортажа, нашей трансляции. И Мосседа подходит мяч, и здесь уже дальше так развивается. Гордилия. Бутрогени. Он толкал, по-моему. Немножко так подталкивал, да? Кого? Бутрогени? Бутрогени. Нет. Плоскин отошел вот так. А вот насколько близко располагалась скамейка ваша тренерская к полю? Там же нет дорожек на Сантьябр-Рнебео. То есть чисто футбольный стадион? Конечно. Там вообще все сливается в одно и дело. Там совершенно другое восприятие. Абсолютно. А сильно шумел стадион вообще? Конечно. А там эхо вообще на Сантьябр-Рнебео и на Ноу-Камп в Барселоне. Вы себе не представляете. Там совершенно другое восприятие. Ну, естественно. Вообще, вот с точки зрения акустики, конечно, очень грамотно строят испанцы свои аренды. Конечно. Дополнительный психологический фактор. Конечно. Эх, нам бы научиться. Может быть, когда-нибудь. Ну, кстати, вот тут... Зачем учиться? Это уже все прошло. Прошли уже. Новый стадион, который будет сооружен в Донецке, наверное, будет учитывать такие акустические способности, да? Для того, чтобы это сделать, никого опыта не нужно. Нужны просто деньги. Не больше, не меньше. Так, а вот и замена. Замена в Мадридском Реале. Пятнадцатый номер. Честно говоря, даже не знаю, кто это. Потому что списка запасных игроков... Честно, я тоже сейчас посмотрю, может, помню. Списка запасных игроков у меня нет. И даже не могу сказать, кто готовится. Дали разбежаться. Уже спареного отбора нет, нет появился. Митчелл был. Гордили с мячом. Но, тем не менее, вот грамотность и грамотность на перехвате действуют наши игроки. Вовремя. И вот опасный удар под ближнюю стойку. Гришко тут намертво берет мяч. Гришко в этом матче не сделал ни одной фатальной ошибки. Которая привела бы к... Ну, да. Один раз проскочил на первом тайме. Ну, да. То, что мимо мяча, да. Она не фатальна, потому что после передачи не забили гон. Не забили гон, конечно. Итак, атака вновь нашей команды, но здесь... Вот сейчас... Сейчас... Поточнее. А, нет, они игры показывают, студия. Нам показывают повтор удара восьмого номера. Это Митчелл. Полузащитник тоже. Молодой. 22 года. Игроки средней линии пришли в атаку. Вновь был Митчелл с мячом. Забрали. Наши футболисты мяч. Это Юрченко борется. Ох, как далеко. Он отбрасывал сейчас, да? Сейчас это можно. Вернее, тогда можно, но сейчас очень опасно. Сейчас опаздывай, конечно. Я так посмотрел. Но Санчес находился рядом. Мог перехватить. Что здесь? Нарушение показывает Хекет. Нет, там замена идет, по-моему. Но все равно, по-моему, нарушение будет пробивать штрафной. Так, уходит с поля десятый номер. Ага, все, я знаю, кто это вышел. Это вышел Карлос Сантильяно. Тот самый центральный нападающий, которому 33 года. Это величайший игрок. Тот самый лучший в игре. Вот он, как раз мы увидим. Карлос Сантильяно заменил Гальего. Ну что ж, нападающего на нападающего поменял, вы из Маловны. А как вы отреагировали на этот ход вашего коллеги, Виктор Ильич? Я? Да. У нас там, по-моему, на 67-й. 67-й вышел Виктор Хукс. Ну это чуть позже будет. Там нападающий на нападающего вышел. Да, испанцы нападающего на нападающий поменяли. И мы тоже. Бутригене с мячом. Пас. По-моему, Санчес. Нет. По-моему, Санчес был в штрафной площадке нашей. Но, тем не менее, да, угроза отведена. И смотрит, кому отдать Морозов. Задержал все атака. Багапов. Пасулька рядом бегает, но он мяча не получает. Тем временем, испанцы перехватывают мяч. Очень холоднокровно. Видите, это цена пагубной передачи. Да. Вновь Гордили подхватывает мяч. Пас по месту санцентрального нападающего. Это Митчелл был. Вновь Гордили. Очень активен в эти минуты Гордили. Полузащитник мадридского реала. 28 лет пришел в мадридский реал из другого реала, который из Бетиса. Вновь испанцы перехватывают мяч. Это Ченда. На Камачо. Камачо вновь на левый фланг. Вновь Гордили. И вынос подальше от ворот. Митчелл здесь подхватил. Санчес. Что здесь дальше будет в Бутрагене. Опасная передача. Гришко на месте. Все-таки мы в опасной близости к собственным вратам. Прижались к партнеру. Да, уже. Вновь наша команда в атаке. В центральном круге пока что. Держит мяч Юльченко. Пас на Пасулько. Далее на левый фланг. Багапов, да. Что здесь придумает Морозов. Отдает на Багапова обратно. Ну, все-таки заработали, да. Заработали угловой. Заработал у Багапов. И пошел сам подавать. Олег Морозов. Посмотрим, чем завершится этот угловой. Точно не голым. Точно не голым, да. Это уж... А вот какой опасный удар, между прочим, был. А мог бы быть гол. Виктор Евгеньевич. Посмотрите, как Ачатаряна оторопела, буквально посмотрел на своих игроков. Кто же это? Восьмой, по-моему, наш номер, да? Щербаков наносил удар. Поворотом, головой. Да, Ачатаряна был в недоумении. Честно говоря. Там два гиганта центрального защитника, а Щербаков пробивался. Да. Зоны. Что там? Ага, нарушение. Жестко сыграл Василий Щак. Судья зафиксировал нарушение со стороны нашего игрока. Посмотрим, кого-то он там приложил. Это игровой эпизод был. Витя не был. Не из предупреждения ничего нет. Ну, так по ноге он хорошо ему въехал. Блин, так есть блокировка такая. Своебразовый, что ли. Подача штрафной и удар головой, но выше ворот приходит мяч. Нам показывают Вальдана. Скорее всего, он наносил удар. Да, Вальдана выше всех выпрыгивал. Рослый такой нападающий. Да, он очень фактурный. Это же игрок сборной рейтинговой. Да, чемпион мира. 78-го года, если я правильно помню, да? Вновь испанцы с мячом. Гордили, Санчес. Далеко от Санчеса тянулся. Маседа. И тут пытался по... Вновь по центру пытался, кстати, Санчес получить мяч. Я не знаю, откуда такая уверенность у испанских футболистов, что наши пропустят по центру мяч. Штрафную в свою. Уже не первый раз, кстати, вот этот рывок такой делает Санчес в этом матче. Пытаясь получить мяч именно по центру. Где-то в районе единственной метровой отметки. Батрагене. Острый пас. И здесь прерывают. Наш защитник прерывает атаку испанцев. Что? Удар от ворот. Показывает, Гришко, куда буду бить. Кстати, вот испанский стадион, сейчас мы слышим немножко его реакцию. Таким приветственным возгласом подбадривает нашего артря, чтобы побыстрее вводил мяч в игру. Санчес направо. Митчел. Правым флангом развивается атака, серия финтов и подача. Но вновь отбивает наши. Санчес с левой ноги, удар. Ох, вот это в створ. Это в створ ворот, Гришко на месте. Так не без гордости, Виктор Евгеньевич, он сказал. Да. Мы тут всегда на месте. Вот сейчас вот с какими чувствами вы смотрите этот мяч, Гришко? С ностальгией. С ностальгией. Вот времена-то были. С ностальгией по молодости, по хорошему времени. По хорошему футболу. Почему? Да, конечно. Футбол Советской Лиги был самым интересным и разобразным в мире. Я не боюсь этого слова. Ну, в принципе, это вполне объективная оценка, я считаю, лично. Я имею все основания утверждать об этом, потому что я тогда работал и после тоже. То есть вы имеете возможность сравнить? Да. Мы, к сожалению, на тот уровень так и не вышли на север. А прошло уже много лет. 14, да. Вот так вот. 15-й чемпионат уже выиграем. Ну что ж, продолжается второй тайм матча Реал-Мадрид-Черноморец. Друзья, напоминаю, вы смотрите проект телеканала «Глаз» под названием «Гроза авторитетов». Вот гол. Вот. И гол. Действительно. Ну вот что, давайте как-то проанализируем эту ситуацию. Там мяч подскочил под ногой. Давайте сейчас. Давайте сейчас еще раз посмотрим повтор. Кстати, Вальдано отключился. 71-я минута. Хорхе Вальдано все-таки дождался своего шанса. Смотрим. Санчес. Проскочил. Вот промахнулся наш по мячу. Это Плоскино, кстати, был, да? Да, у него вот одну единственную ошибку, которую он сделал за всю жизнь. Недаром испанцы, смотрите, повтор вот именно с этого момента начинают промахаться. Потом, до этого и после этого, сколько он долго играл. Ну да, конечно. Я такого так и не видел. Это бывает такое в жизни. Ну, конечно. Ну, футболисты, как принято говорить, тоже люди, да? Все ошибаются, не ошибаются. Никто не может не ошибаться. Это не характерно для него. Он очень стабильный игрок. А как он на себя чувствовал в раздевалке после этого матча? Ну, надо у него спросить. Ну, а вы-то не упрекали его? Боже, упрекали. Разве можно упрекать профессионального игрока? Есть игроки, в сторону которых даже у Кридина смотреть нельзя. Вот он как раз к таким относится. Ну, недаром капитан команды. Вот еще раз нам показывают повтор удара. Это был Билл Митчелл с левой ноги. Кстати, мяч попал в Вальдана, и мог быть неприятный рикошет. Итак, счет стал 2-1. Как мы хорошо с вами знаем, с этим счетом матч, в конце концов, и закончился. Так, знаете, что мы улетали после обеда, улетали через, когда не было спецрейсов, мы улетали так, улетели в Лиссабон, из Лиссабона в Прагу, из Праги в Москву, а из Москвы в Одессу. Ничего себе, перелетик. И успели, утренние газеты нам перевели. Испанские? Да. Они написали, вообще, когда мы уходили, зрители аплодировали нам тоже. Они написали, что Черноморец вышел на игру на цыпочках, а он ушел с гордо. Поднятой головой. Поднятой головой. Да, это, кстати, написала испанская газета АС, очень авторитетное испанское издание. Массета сейчас с мячом. Да, несомненно, было огромным преимуществом, особенно территориальным соперникам. И создали они значительно больше, чем мы. У нас значительно реже было. Ну, значит, уровень команд был таким, я бы не сказал, разительным, но существенным. И когда игра в Одессе завершилась, Я поздравил их с успехом и сказал, мы снова оказались пророческими, что мы проиграли достойному сопернику, обладателю Кубка Уэфа. И так оно и оказалось впоследствии. Они уверены кубоку. Ну да, вы сказали, обладателю будущему, да, обладателю Кубка Уэфа. Подача с углового Гордилья. Очень хорошо Гришко сыграл. Здесь машет руками перед ним Санчес. Конечно, испанцам счет 2-1 был, как бы, ну, победа, да, она и есть победа. Но я думаю, они рассчитывали гораздо больше мячей положить, да. А вообще из стратегии двухматчевого поединка... Счет 2-1 неудобный. Счет 2-1 самый ужасный. Самый неудобный, да. Самый ужасный. То есть достаточно одной роковой ошибки на стадионе соперника и до свидания. Да, мы все так ждали этой ошибки, но испанцы не ошиблись. Вот сейчас разобрались в ситуации испанские защитники и мяч у Ачатарены. Кстати, эта игра проходила 23-го октября 85-го года. Напомню, друзья, что это была стадия 1-16 финала. Игра началась в 21 час по местному испанскому времени. Кстати, вот столь позднее начало матча. А ведь у нас-то играли раньше. Как-то вот на игроках не сказывалось, нет? Может быть, но знаете, суточный период, он имеет свойства. То есть запас есть какой-то диапазон, да? И привыкание, и вся ситуация в том, что в жарких странах так влияют на брелельщика. Но здесь все вне игры было, да? Или что? Вне игры было. В жарких странах возвращаясь к этому вопросу, всегда это делали. Поздно, это вошло в привычку. Там такой ритм. В Германии бывает, смотрят, допустим, если в воскресенье, в 2 часа делаем. Это самое неудобное. В 2 часа дня, да? Самое неудобное, но так удобно зрителям. И никого не спрашивают, ни у футболистов, ни у тренеров. Удобно вам или неудобно? Удобно тем людям, кто приходит на стадион. Которые требуют зрелища. Ну, то же самое можно привести пример Англии, например, Лига. Там тоже днем играют. И в Италии днем играют в 15-0-0. Начинаются практически все матчи. Если мы это в Англии, там вообще убийственный ритм. Вот опасная атака, Пасулька. Справа фланга, что тут? Мне игры показывают. Мне показывают, что ушел. Так вот, вы видели, сейчас в Вакомане убийственным ритмом играют. Через день 4 матча. Да. Это вообще только в Англии могут. Ну, выдерживают, игроки выдерживают. Там они чередуют. Там, какого хорошего. Вообще, по физиологии это сделать очень трудно. Про физкие возможности. Отчаянно тут Романчук спасал мяч. И что? О, тут что-то поспорили. С Санчесом поспорил Романчук. Что-то покрутил он там пальцем у виска ему. Это похоже. А вообще, кто в команде... Ну, вот сейчас она показывает эпизод с Вальдана. Кто в команде был таким балагуром, что ли, шутником? Ну, таких в этой команде было. Таких много было. Ну, Романчук уже высказали. Романчук самосовый. Юрченко. Юрченко. Вообще, фантастические чувства юмора. Именно одесского такого, да? Хотя он не одесит, он. Сатург, с Прикарпатия, но юмором у нас с юмором с обряд. А вот розыгрыши часто случались в чем в команде? Разыгрывали? А вас? Со мной розыгрыш был. Не розыгрыш, а случайно получилось. Ага. Не так было, как сейчас. Какой-то скива... Там мне, наверное, несколько раз, как мы играли, каждый год подходит. Он говорит, ну, мне нужно заселить команду. Он такой акцент жуткий. Ага. И все-таки уговорил меня. А это сейчас сфотографируется, знаете, там все это в возведе на браку. Когда футболистов заставить, это целое дело. Все-таки надели форму. Значит, тут лавочки, на стадии они там все расставили. Ага. Он говорит, Виктор Прокопович, ну, я вас прошу. Прокопович. И они это услышали. Вот такая ситуация. Да, уже попасть на язык. Наши футболисты, он вера тоже. Да, иногда так. После этого, я думаю, Прокопович с вами закрепилась, да? Вспоминали этого фотографа все время. Но тем временем испанцы вновь в атаке. Камачо пасует на левый фланг. Тут же обратно пас на Вальдана. Но здесь вновь наши ребята разобрали ситуацию очень вовремя. Юрченко пытался спасти мяч, но не удалось. Выбил за боковой. Успокоился, судя по интершуму Сантьяго Бернебелу. То ли болельщики уже посчитали, что игра сделана. Но, судя по времени, наверное, да. Санчес. Опасно. Конечно. Соперников не выбирают. И время не выбирают. Но, если бы можно было помечтать, и нам бы попался Реал не в 85-м, а в 84-м году. Обыграли бы. Не знаю, я не утверждаю, но игра была значительно интереснее. Потому что у нас в 84-м году игра была. Игра была, особенно в это время осенне, во втором Куре. Шикарная какая-то есть. Я думаю. Она смотрелась. Ну, Биланов был в команде, кстати, да? Не только Биланов, и Биланов, естественно, тоже. Тогда была игра острая, динамичная, комбинационная. А что же меня зашло? Всего лет прошел-то. Ну, критерии. Какого? Значит, Киев мы обыграли в тот сезон два раза там, и там, и Спартака. Ну, конечно, безусловно. Так просто Биланов в содержательной игре это уже не сделает. Безусловно. Не спешит к мячу Морозов. Видно, его ставят в этот счет в выходе. Нет, я ничего не хочу сказать. Просто не спешит. И сейчас подача. Здесь пытался потолкаться в штрафной Юрченко. И за боковую будут сбрасывать испанцев. А нет, удар от ворот. Или все-таки нарушение, наверное, зафиксировали со стороны Юрченко. И вот замена, замена. Это 67-я минута. Виктор Хлус. Нет, я думаю, если на 71-й забил нам... Да, что-то неправильно здесь указано, действительно. Это уже под конец матча было, действительно. Это уже под конец матча мы видим. Ну, вот, Виктор Ильич, вот эта замена, она была тактическая, как принято сейчас говорить. Или вы реально хотели что-то поменять? В принципе, мы ход с забивной формой. То есть вы надеялись где-то в ходе, да? Ну, и на мышлезащитников поставили. Ну, да. Ох, опасный какой удар Бутрогенио! Вот это реальный, как говорят, сейв сейчас, да? Сколько игроков было перед Виктором Гришко, да? Это уже усталость сказывается. На линии взял. Концентрация внимания. Ну, каков Бутрогенио, да? И Гришко проявился без... Каков Бутрогенио? Каков Гришко? Каков Гришко, безусловно. Бутрогенио ему дали пробить, там, и он пробил без борьбы. Каков Гришко он сыграл? И тут же Вальдан уже был готов на добивание пойти. И если бы, не дай бог, как бы отбил мяч наш вратарь, то Вальдан уже готов был вторым касанием отправлять в сетку. Гришко тоже. Я думаю, что, может, современным болельщикам, наверное, тоже будет интересно, но интересно тем, которые тогда болели за Черном Орестак. Ну, естественно. Значит, нашим почитателям того поколения. Да, безусловно. Ну, вне игры здесь, конечно, да, вне игры. Бутрогенио зря тут показывает. Потому что, как в Одессе, любили и любят, я не сомневаюсь, и понимали, и понимают, что футбол редко есть такие зрители. Ну, это очень хороший, как бы, комплимент. Это не комплимент. Это в сторону наших болельщиков. Ну, с фотографией Молдоса, когда был тренером, игроком, на фоне там перепяти игроков. Полный стадион. Полный, да, да. Постоянно полный. А на такие матчи и говорить не приходится. Конечно. Ну, я тоже помню, как бы, это время. Я впервые, меня отец привел на футбол, было это в 71-м году. Вот, поэтому... Вот, в это время я вот как раз пришел с армии, и я уже не пропускал практически ни одного домашнего матча черноморца. И могу свидетельствовать, что редко, когда... Ну, полстадиона так было. Да нет, я не знаю, как можно играть, что за команда должна быть, какой соперник. Да. Чтобы было полстадиона. Полстадиона собиралась на Саворке. Как минимум там по пять тысяч человек было. Юрченко с мячом сейчас, пас на Багапова, пас на левый фланг, ищак. Вася решил... Против него Бутрогения. Показать нападающим. Как играть надо, да. Как нам благолы забивать. Передача голливая идет. Перехватили испанцы мяч. Хлосс отобрал. Хлосс, молодец, да. Хорошо сыграл. Очень тонко. Вот такая техника все-таки неплохая, да, у Виктора Хлосса. Таким легким касанием он так мячик так раз-раз подергал. Туда-сюда. Санчо с мячом. Перешел на нашу половину поля. Мадридский Реал. Два ворота ушли. Там Сантильяно еще и... Там еще и Сантильяно. Три нападающие сейчас, да? Реальные. Играет. Да, да. Реальный Мадридский Реал. То есть, Луис Малонный был настроен очень решительно в этом матче. А, кстати, вот на пресс-конференции, что он сказал в адрес нашей команды? Комплименты. Комплименты. Багапов пытался выбить мяч, но здесь в нашу сторону он полетел. Бришко вышел за пределы штрафной. Сейчас... Вот пасовал спокойно, пасовал на Игоря Наконечного. Вот он, как разграл пасырки. Кто-то лежит там. Кто-то устал от хорошей жизни. Прилег отдохнуть, хотите сказать. И дальний удар, но не в створ-ворот. Это скорее в сторону, вроде. Ачатаряна побежал за мячом. Посмотрите, как он побежал сам, быстро. Тогда мальчиков не было, которые подают мячи. Приходил сбегать самому. И смотрит. Смотрит, кому же отдать. Что-то как-то Ачатаряндера не торопится. А, наверное, да. Оказывает помощь нашему игроку. Кто же это у нас тут? Или посолька. Багапов, Багапов с повязкой черной на ноге. Ох, больно как-то. Александру, да? И выносит его буквально. Вынесли Багапова с поля. Десятером осталась наша команда пока. Нарушение фиксирует Хейген. Кто тут? Ага, наш игрок. Судя по ситуации, дело идет к завершению. Дело к завершению, да. Тут Камачо сейчас показывает детскую деву. Ребята, я хочу тут разыграть штрафной. Не удалось нанести Митчелу удар. Не получилось, к сожалению. Вальдана! Опасно! Мир. Как опасно делать. Передача чужому удару в середине поля. Даже на чужой половине. Это немедленно оборачивается. Да, атакой. Атакой на северную. Гришко здесь разыграл на коротке. С посолькой мяч. Морозов передает мяч Пасулько. И за боковой нашей руки Морозов передает мяч Пасулько. Последняя минута пошла, говорят испанские комментаторы. Ну, насколько я могу понимать по-испански. Испанский комментатор сейчас сказал, что очень яростное сопротивление оказывает Черноморец с мадридскому Реалу. Видите, как они упрощают. Да. На весском матче был Кастельяно. Кастельяно. По-прежнему, с мячом. Ох, опасно! Моседо! Кастельяно, Сантельяно. Хеккет поднимает руку, показывает, что можно вводить мяч в игру. В центральном круге мяч. Ох, опасно, как сыграл сейчас Митчелл. Ну, и вот, обратил внимание Хеккет. Сейчас Романчук, скорее всего, будет разыгрывать мяч. Что-то там показывает в сторону. Потом так обернулся вокруг мяча и пасовал Ящику. Василий Щак на левом фланге просит мяча Юрченко буквально. Удар! Ну, такой, тоже убойный замок. Да, ну, ты слабенький немножко. Ну, не получилось, да, но с линии ворот. Это уже с линией штрафной. И звучит финальный свисток арбитра Хеккета. Ну что ж, друзья, мы с вами посмотрели исторический матч 1985 года. И последний свисток арбитра Хеккета И данный свисток арбитра Хеккет. Продолжение следует...